Наш ролик посвящен потенциальной кинетической энергии. Я сначала остановлюсь на общем понятии энергии и на том, почему оно так важно в физике. Дело в том, что энергия переходит из одного вида в другой и сохраняется во множестве разных физических процессов. Физику понятия энергии вошло довольно поздно. Закон сохранения энергии был открыт только в середине 19 века. Этот закон связал между собой разные разделы физики, так что физика действительно стала единой наукой о природе. И за счет понятия энергии физик может связывать между собой механические, тепловые, электрические, химические и вообще любые физические процессы. И вот мы видим простой пример превращения энергии из одних форм в другие. Электрическая энергия подводится к плитке по проводам и там она превращается в тепловую энергию. Эта тепловая энергия передается воде. Вода за счет этого нагревается, а потом начинает кипеть. А часть тепловой энергии превращается в другие формы. Вода в кастрюле бурлит и крышка подпрыгивает. Энергия такого движения называется кинетической энергией. А еще мы слышим звук. Потому что часть этой кинетической энергии превратилась в энергию звуковых волн. Вот еще одно устройство, в котором происходит передача энергии. Электрическая энергия от источника будет передаваться по проводам электромотору. Я включаю источник. Электромотор вращается и передает энергию колесу. А колесо, в свою очередь, передает энергию по нити, поднимающемуся грузу. Выключим источник. И груз завис на высоте. Куда же девалась та энергия, которую мы передавали? Сейчас она запасена в форме потенциальной энергии. И если я сейчас отпущу вал электродвигателя, то груз будет опускаться вниз и при этом он может совершить механическую работу. Чему же равна эта работа? Свяжем наш груз с еще одним таким же грузом нитью, переброшенной через блок. Грузы находятся в равновесии. Отметим их уровни. Приложим к первому грузу совсем небольшое усилие, и он пойдет вниз и поднимет своим весом на высоту аж второй груз. Чтобы найти работу, совершенную первым грузом, нужно приложенную ко второму грузу силу F умножить на пройденное расстояние h. Силой было натяжение нити, и оно равно весу каждого из грузов mg. Так что совершенная работа равна mgh. И именно эту работу принимают за меру потенциальной энергии. Потенциальная энергия первого груза уменьшилась на mgh. Потенциальная энергия второго груза увеличилась на mgh. И в этом смысле энергия была передана от первого груза ко второму. Теперь второй груз, в свою очередь, может поднять первый груз, передав ему свою потенциальную энергию. При этом нужно понимать две очень важные вещи. Во-первых, у самого яблока никакой потенциальной энергии нет. Потенциальная энергия — это энергия взаимодействия между яблоком и землей. Это энергия их взаимного притяжения. И во-вторых, та высота h, которая у нас присутствует в формуле mgh, может в принципе отсчитываться от любого уровня. И, например, если мы примем за нулевой уровень ту высоту, на которой сейчас расположено яблоко, то мы должны сказать, что его потенциальная энергия сейчас равна нулю, а когда я перекладываю его на вот этот уровень, то она увеличивается. И увеличивается на разность высот этих двух банок. Но мы могли бы отсчитывать или принять нулевой уровень за вот уровень этого стола. Тогда уже сейчас у яблока имеется какая-то потенциальная энергия mgh1, и когда я перекладываю его, она увеличивается до какой-то потенциальной энергии mgh2. Но при этом разность высот от этого никак не изменилась. И когда мы рассматриваем физические процессы, то мы всегда имеем дело именно с этой разностью. А поэтому неважно, какой уровень мы принимаем за нулевой. Например, мы могли бы принять за нулевой уровень и тот уровень, на котором сейчас расположено яблоко. Ну тогда в исходном положении оно имело бы отрицательную потенциальную энергию. Мы уже начали разбираться с потенциальной энергией, и теперь добавим к ней кинетическую энергию. Кинетическая энергия – это энергия движущегося тела. И отличным примером перехода потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратного перехода кинетической энергии в потенциальную является обычный маятник. И для этого маятника мы будем отсчитывать потенциальную энергию от уровня, в котором сейчас расположен груз, самого нижнего его положения. Теперь, если я отведу маятник, то его высота увеличилась, и сейчас он обладает потенциальной энергией. Но он не движется, значит его кинетическая энергия равна нулю. Отпустим маятник, и он начал качаться. И при этом в нижней точке его потенциальная энергия равна нулю, а кинетическая – максимально. А в крайних точках, наоборот, кинетическая энергия равна нулю, а потенциальная энергия максимально. И нам осталось теперь только найти меру кинетической энергии так, чтобы она была согласована с мерой потенциальной энергии. И сейчас мы это сделаем. Для этого рассмотрим груз, свободно падающий с высоты h и набирающий за счет этого скорость v. При равноускоренном движении эти две величины связаны с соотношением v²½gh. Умножим обе стороны этого равенства на массу груза m. Справа у нас стоит потенциальная энергия mgh. Когда груз падает, его потенциальная энергия переходит в кинетическую. Поэтому мерой кинетической энергии будет выражение mv² пополам. Таким образом, кинетическая энергия тела пропорциональна его массе и квадрату его скорости. Если скорость вырастает в два раза, то кинетическая энергия вырастает не в два, а в четыре раза. И вот мы получили нашу главную формулу для кинетической потенциальной энергии. Теперь нам надо ввести единицу измерения энергии. mg – это сила, и она измеряется в ньютонах. h – расстояние, и оно измеряется в метрах. Так что энергия, как и работа, измеряется в ньютонометрах. У этой единицы есть специальное название – джоуль. В честь английского физика Джеймса Джоуля – одного из первооткрывателей закона сохранения энергии. А теперь поговорим о том, что тела могут двигаться не только поступательно, но и вращаться. И, соответственно, этому различается кинетическая энергия поступательного движения и кинетическая энергия вращения. И для демонстрации кинетической энергии вращения сделаем опыт вот с этим устройством, которое называется маятником Максвелла. И представляет собой колесо, на ось которого с двух сторон накручена нить. Сейчас колесо неподвижно, а когда я его отпущу, потенциальная энергия колеса будет переходить в кинетическую энергию. Давайте его запустим. И мы видим, что колесо очень быстро раскручивается, и в основном кинетическая энергия – это энергия вращения. Вот теперь снова нитка накрутилась, колесо остановилось в верхней точке и снова стало опускаться, раскручиваясь все быстрее и быстрее. И так происходит колебание вверх-вниз, но при этом каждый раз высота подъема колеса становится все меньше. И можно сказать, что часть энергии теряется, но лучше при этом говорить, что эта часть энергии переходит в тепло. Кинетическую энергию можно запасать во вращающихся маховиках. Этот маховик мы раскрутим с помощью электромотора. При напряжении 22 вольта он делает около 200 оборотов в секунду. Заставим его отдать свою кинетическую энергию и совершить полезную работу по поднятию груза. Первый мотор будет работать в режиме электрогенератора, подающего электроэнергию на второй мотор. А он через трансмиссию поднимет килограммовую банку со свинцовой дробью, увеличивая ее потенциальную энергию. Отключаем источник. Сейчас маховик вращается по инерции. Замыкаем провода, и банка поднимается вверх. Мы уже говорили о том, что потенциальная энергия зависит от того уровня нулевого, от которого мы ее отсчитываем. И в каком-то смысле точно так же дело обстоит и с кинетической энергией. Если я возьму яблоко, то кажется очевидным, что сейчас оно неподвижно, и его кинетическая энергия равна нулю. Но это так, только относительно системы отсчета, связанной с Землей. А относительно Солнца, вся планета Земля и вместе с ней это яблоко летят со скоростью 30 км в секунду. И если яблоко врезалось бы в стенку с такой скоростью, то при этом выделилась энергия, равная энергии взрыва 25 кг тротила. Так что бессмысленно спрашивать, где в этом теле, в этом яблоке заключена кинетическая энергия. Кинетическая энергия – это энергия движения тела относительно какой-то выбранной системы отсчета. А теперь наш традиционный заключительный вопрос, который тоже будет связан с разными системами отсчета. И я должен сразу предупредить вас, что он, этот вопрос, будет непростым. Пусть у нас имеется тело, которое движется с единичной скоростью и имеет одну единицу кинетической энергии. И мы это тело разогнали до двух единиц скорости. Теперь оно имеет четыре единицы кинетической энергии, потому что кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости. Значит, энергия тела увеличилась на три единицы. И допустим, что для этого мы сожгли три единицы горючего. А теперь давайте посмотрим на всю эту ситуацию с точки зрения пешехода, который уже шел с единичной скоростью. В его системе отсчета тело исходно было неподвижно, а значит, его кинетическая энергия была равна нулю. Дальше тело приобрело одну единицу скорости. Его кинетическая энергия стала равна единице. Ну, следовательно, энергия тела увеличилась всего на одну единицу. Но этот пешеход знает, что сожгли-то три единицы горючего. И он задает себе вопрос. А куда делась те две единицы энергии, которые были заключены в горючем, если энергия увеличилась всего на одну единицу? Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok